Александр Злобин, это стартовый номер 4, это тоже представитель нашей страны. Сергей Шалин, стартовый номер 7, Степан Жуков под 12-м бифом сегодня выступает. Иван Куликов, стартовый номер 22, Иван Повышев, стартовый номер 23. По-моему, всех назвала это так, это сборная России, за которую мы сегодня с вами прежде всего болеем. Как болеть будем? Давайте, давайте, разминайтесь, пора, уже совсем немного времени осталось. Ну а теперь еще более дружно, еще более активно мы будем поддерживать наших иностранных гостей. Как мы это будем делать? Вы, по-моему, уже устали, надо начинать разминаться. Вы помните, главное правило любого спортсмена, хорошая разминка, это один из главных залогов успеха, так что можно уже начинать. И, уважаемые спортсмены, dear sportsmen, you can take your GPS, вы можете собирать свои GPS, потому что через полторы минуты, буквально через полторы минуты первые номера будут приглашаться сюда. In one minute we will invite the first sportsmen to the start. Будьте, пожалуйста, внимательны, be careful, don't be late. Спортсмены готовятся к старту. Еще раз, наверное, расскажу тем, кто не знает, как мы будем следить за ходом соревнований. Для тех, кто все еще боится пропустить самое интересное, никто ничего интересного сегодня не пропустит. Мы будем видеть все здесь на этом замечательном экране, который сейчас демонстрирует стартовые протоколы. Ну а в самое ближайшее время камеры, которые уже установлены, установлены по всему периметру нашей большой территории, не только на самых интересных и зрелищных местах дистанции, они уже готовы пересылать нам сюда видеокартинку, для того, чтобы мы могли следить за ходом соревнований, не пропустили ничего неинтересного. Итак, пять минут до начала спринтерских соревнований, пять минут до начала соревнований, и под стартовым номером один у нас готовится отправиться на дистанцию японский спортсмен Масада Тодо, и под стартовым номером сто один представительница сборной команды России Анна Выборнова. Представимый мужчина представитель сильнейшего спортсменного сильнейшего ориентировщика Болгарина Беломажева, Станимира Беломажева, и, конечно же, несколько слов надо сказать, и о девушках. Если взглянуть на мировой рейтинг, то там Мира Каскинина, участница под стартовым номером сто двадцать пять, имеет самую высокую позицию, представительница Финляндии, ну и, конечно же, представлю наших российских ориентировщиц. Анна Выборнова, ее стартовый номер сто один, Вероника Картелева, стартовый номер сто три, под сто седьмым стартовым номером, Мария Петрушенко у нас отправится на дистанцию, Анастасия Неверова, стартовый номер сто двадцать, Елизавета Моисеенко, стартовый номер сто двадцать два. Мы готовы приветствовать спортсменов наших, и не только. So, первым номером, который начинается в сегодняшней競е, будет Тодом Асата, из Чапана, номер один. Он начинается в молодых сортов, и в женщинских сортов, первым номером, который начинается в Веронова Ана, из русской команды, номер 101. И это около 4 минуты, чтобы начать для первого соревнования. И они уже в начале. И все другие участники готовы, чтобы начать в первом университетном соревновательном соревновании. Мы готовим их поддерживать. Дистанция сегодня спринтерская, скоротечная, очень-очень быстрая. Поэтому не успеем оглянуться, как атлеты появятся здесь на осмотровом пункте. Мы увидим их своими глазами. Ну и на финише тоже. Главная задача ориентировщика не только быстро бежать, но еще не ошибаться. Тот, кто умеет совместить два этих качества, собственно, как и биатлонисты, показывают наивысшие результаты, первыми приходят к финише. Ну а в спринтерской дистанции умение быстро принимать решения, умение быстро ориентироваться, оно важно особенно, потому что ориентирование очень сложное для непрофессиональных, неподготовленных ориентировщиков. Даже сложно себе представить, как можно делать это на столь большой скорости. Но наши участники прекрасно понимают, знают и, главное, умеют это делать. Мы желаем удачи всем спортсменам. Мы желаем удачи всем спортсменам и ждем всех на финише. Ну а теперь вы можете увидеть первые рунаты на большой скрине. Это два минуты для первых рунатов. В сегодняшнем очень-оченькомпетитии. Спринт ориентировщика будет очень-очень спринт сегодня. Участник будет очень-оченько, очень-оченько, очень-оченько. На высокой скорости. Участники должны найти длинную скорость, от одного контроля к другому. И очень скоро мы можем увидеть, кто будет наиболее счастливым, на сегодняшний день. Спринт. Здесь в Олексин регионе, Тула, Россия. И остается у нас две минуты до старта. Есть время назвать параметры дистанции. Параметры это длина и количество контрольных пунктов. Поясняю для тех, кто не так часто сталкивается с спортивным ориентированием. Итак, длина дистанции у мужчин 2,5 км. При выборе оптимального варианта движения спортсмен проедет 3,3 км. И необходимо мужчинам взять 13 контрольных пунктов. Что касается женщин, то длина дистанции чуть короче, 2 км. 130 метров. Это если по прямой. Если пройти дистанцию в оптимальном направлении, в оптимальном варианте, 2 км. 700 метров. И 10 контрольных пунктов у девушек сегодня на дистанции. До смотрового пункта мужчин... Я знаю, это около 1 минута, чтобы начать Тодо Масада из Японии. Он готовит его начать в мальчиках. И в женщинах, Виборнова Анна из России, Тодо Масада, номер 101, предпочитает начать в наших соревнованиях. И теперь Тодо Масада на начинке. Первые соревнования, предпочитают начать в первые первые соревнования университетные соревнования. Тодо Масада из Японии. Большое аплодисменты для нашего первого соревнования. Итак, наши соревнования официально открыты. Первый участник уже на дистанции, но мы готовимся приветствовать нас, До дистанции уже через 15 секунд Анну Выборнову, Россия! Очень волнительный момент, очень серьезные соревнования. Это первый чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжи. Мы видим, что Анна очень и очень волнуется. Анна Выборнова на курсе. Большое спасибо за первые женщины на курсе. Уже на финише, а пока готовится отправиться на дистанцию Рикака Юшиока. Прошу прощения, Евгения Осина для начала, конечно же. Евгений Осин у нас стартует следом, а Рикака Юшиока пока еще готовится к старту. Евгений Осин, Россия, стартовый номер два, отправляется на дистанцию. Осин Евгений from Russian team take start. И теперь Юшиока Рикака from Japan team in women's competitions on the start line. Один за другим спортсмены отправляются на дистанцию. Интервал между спортсменами, между мужчинами, минута. Соответственно, между женщинами тоже минута. И таким образом, через 30 секунд кто-то из спортсменов у нас стартует. Итак, на дистанции Рикака Юшиока, Япония. And now we have Юшика Рикака from Japan on the course. And we shall see finish runner Sanderlin Peter on the start line. Peter Sanderlin представляет у нас Финляндию, его стартовый номер три. Но следом за ним на дистанцию готовится отправиться еще одна представительница России, Вероника Кортелева. Стартовый номер сто три. Один за другим, в том числе и российские атлеты, стартуют. А наша делегация самая представительная. Максимальная квота выбрана. И россияне, как всегда, на любых стартах, тем более на турнире по спортивному ориентированию, в числе главных претендентов на самые высокие места. Но мы не забываем, столь сильные, сколь сильные соперники к нас приехали. Так что ждем интересной борьбы уже в самое ближайшее время, интереснейшей развязки. Но пока следим за стартом. Стартовый номер четыре сегодня у Александра Злобина, еще одного представителя России. Вот он стоит на стартовой линии. По стартовым номерам сто четыре спортсменка из Финляндии Сана Пуса готовится стартовать. И чтобы нам удобнее было ориентироваться, информация важная и существенная информация для зрителей, для болельщиков. Сильнейшие атлеты, сильнейшие по, согласно мировому рейтингу, стартуют у нас в конце стартового протокола. Так что до самого завершения соревнования мы будем с вами находиться в жесточайшем напряжении, потому что лидеры, лидеры, в том числе и Станимир Беломажев, болгарин, лидер мирового рейтинга, уйдет на дистанцию последним. Но в данный момент стартовать готовится еще один спортсмен из Финляндии, спортсмен из страны, в которой не бывает слабых ориентировщиков. Юха Марти Кайнин, его стартовый номер пять. Юха Марти Кайнин, его стартовый номер пять. Ну и сто пятый номер сегодня достался спортсменке из Эстонии, Кайси Сандер. Она также готовится через несколько секунд взять руки-карту и отправиться на скоротечную спринтерскую дистанцию. И следующий стартер в женщинском соревновании Кайси Сандер из Эстонии. Она на стартовой линии, готова для ее старта. И наблюдая за стартовым временем, мы можем хорошо ориентироваться, где примерно находятся у нас участники, уже стартовавшие. Я напоминаю, всего 12 минут ожидаемое время победителя у мужчины, всего 10 у женщин. Лидерам и главным прецедентам на победу еще предстоит стартовать, ну а мы отправляем на дистанцию очередных участников. Итак, спортсмен из Норвегии, Бьернел Квейл, стартовый номер 6 имеет, он уже получает карту. И по стартовому сигналу отправляется на 2,5-километровую дистанцию. Бьернел Квейл из Норвегии, сейчас на старте. И кто знает, что он брата в Европе и Европейской чемпионате. И теперь Офисер ИОФ, мистер Квейл. На старте представительница Японии, Мил Нишиката, стартовый номер 106. Ну а здесь, в стартовой зоне, приветствуем под стартовым номером 7, Сергея Шалина, Россия. Сергей Шалин из России, на номер 7, на стартовой позиции. Но мы будем сказать, что доброе удовольствие к японским участникам Нишуака Мил. Что касается Сергея, то в мировом рейтинге он занимает очень высокую позицию. Он в 73-м. Попадание в сотню, в сотню сильнейших. Это очень-очень неплохой показатель стабильного, уверенного и серьезного выступления. Ну и здесь же под стартовым номер 107, Мария Петрушка, Россия. Мария Петрушка из России, на стартовой позиции. Мария из Санкт-Петербурга. И теперь она будет начать здесь, в Тула. И будет бороться за медаль. Мария, Мария, Мария. Подбадриваем и приветствуем уже на старте следующего участника. Участника мужских соревнований. Стартовый номер 8 у представителя Финляндии Юриуси Тало. Юриуси Тало from Finland on the start positions in men's competitions number 8. Обратите внимание, как филигранно спортсмены вставляют карту в свои столики, в свои планшеты. Не менее филигранно, чем биатлонисты вскидывают винтовки на плечи. Это тоже требует серьезной подготовки, большого мастерства. И от этих секунд, потраченных на старте, в том числе, может зависеть и итоговый результат. Итак, на старте у нас представительница Норвегии, Марта Улвенсон. Ну а у мужчин к старту готовится Петр Хорват. Хорват – это спортсмен из Чешской Республики. So good luck for Norwegian girl and now we have Horvath Petr from Czech Republic on the start line. Почти 9 минут прошло уже с момента старта. Но я напомню, что сильнейшие у нас, согласно мировому рейтингу, стартуют в завершении стартового протокола. И очень скоро мы доберемся уже и до красной группы, так называемой красной группы, где стартуют сильнейшего. Сильнейшая у женщин, она начинается со 116 номера, а у мужчин – с 17. Пока следим за стартом группы под номером 2, под 109 номером. Еще одна спортсменка из России готовится отправиться на дистанцию, готовится стартовать. Наталья Игнатова, стартовый номер 109. Наталья Игнатова from Russia on the start line, and very soon she will pick and begin her battle for the medals in today's competition. Наталья, удачи, так же, как пожелаем, так же, как и Кою Гото, спортсмену из Японии. Его стартовый номер сегодня 10, и через 3 секунды он возьмет карту, через 15, соответственно, будет стартовать. Удачи, удачи, хорошей дистанции, поменьше ошибок и максимального приближения к оптимальному варианту движения по дистанции. Я напоминаю мужчин 3.300, оптимальный вариант сегодня. На старте уже следующий участник, спортсменка из Эстонии, Эвели Касику, стартовый номер 110. На старте уже следующий участник, спортсменка из Эстонии, стартовый номер 110. И так у нас первые участники на смотровом контрольном пункте. Все, внимание, к смотровому контрольному пункту. Там у нас оказываются участники за буквально несколько сот метров до финиша. И это уже показатель того, что скоро у нас и в финишном створе первые спортсмены окажутся. Итак, смотрим на смотровой пункт. Если смотреть с трибун, с левой стороны висит контрольный пункт. Его должно быть сейчас хорошо видно. Но пока продолжаем отправлять участников на дистанцию. Стартовый номер 111. Сегодня Ушину Ватанаби из Японии. Ну а дальше, дальше пристальное внимание к мужскому старту. Потому что 12-й бип сегодня у Степана Жукова, спортсмена из России. Спортсмена, который также входит в сотню мирового рейтинга. По спортивному ориентированию на лыжах, очень-очень серьезный показатель. А это значит один из претендентов на очень высокий результат в сегодняшних спринтерских соревнованиях. Но с момента Анны Выборновой, которая у нас ушла на дистанции под 101 номером, уже прошло больше 10 минут, а это значит, что финиш скоро, очень скоро может быть открыт. Но на старте у нас спортсменка под номером 112. Это представительница Беларуси Катерина Пестова. Прошу прощения. И стартовый номер 13. Сегодня еще одного представителя этого страны, Александра Рожкова. Не успели мы проанонсировать финиш первой участники. Анна Выборнова уже здесь с очень неплохим показателем. Я напоминаю, что 10 минут закладывали организаторы на время победителей. Примерно 11, чуть больше 11,5 минут потратила спортсменка. Узнаем, кто и насколько сможет улучшить этот показатель. Пока же еще раз обращаем внимание к старту. Пока есть такая возможность. 113 номер Катерина Нейманова. Это Чешская Республика. И стартовый номер 14 у спортсмена из Швейцарии Ларса Беглингера. И смотрите, смотрите, какое количество спортсменов одновременно у нас сейчас находилось на смотровом контрольном пункте. От секунд, от миллисекунд, от доли секунд. И в спринтерской дистанции очень много зависит. Поэтому очень важно именно быть первым при отметке на контрольном пункте. Следим за смотровым пунктом. Следим за финишем. Ну и, конечно же, за стартом. Где к уходу на дистанцию готовится, я напоминаю, Ларс Берлингер из Швейцарии. И спортсменка под 114 номером. Соня Морский из Финляндии. Совсем близким их старту. Красной группе. Группы сильнейших как мужских, так и в женских соревнованиях. So now Switzerland with Lars Berlinger on the course. And now we're waiting for Sonny Morsky to take start. And we've already seen very many runners passing the video control. That means that we shall very soon see many runners on the finish line. Все, внимание на финиш. И здесь у нас, судя по всему, сейчас пока нет, пока спортсмен еще не сюда заворачивает. Но очередная группа, очередная группа сюда приближается. Это значит, что очень-очень скоро, очень скоро мы будем приветствовать спортсменов, завершивших уже дистанцию. Но пока отправляем тех, кто еще не спорт оровал. В частности, под стартовым номер 15 эстонский ориентировщик Рима Рума готовится стартовать. И здесь же, рядом с ним, стартовый номер 115 у словацкой ориентировщицы Даши Михайловой. Рима Рума из Эстонии takes start in men's competitions. And now Dasha Михайлова из Slovakia preparing for the stand. Финиш, финиш. Все, внимание на финиш. Здесь у нас Евгений Осин. Здесь же у нас Вероника Кортелева. Nobody has seen the big group of runners on the finish and very soon we shall know their results. Красивый финиш. А вы обратили внимание на девушек, которые ни капельки не отставали у нас от представителя сильной половины человечества? Девушки, мужчины все здесь и каждый демонстрирует потрясающие результаты. Финишировал у нас Александр Злобин. Именно он показывает сейчас лучшие результаты всех финишировавших спортсменов. Фина Петра Сандали, на который стартовал в минуте перед ним, он догнал и финишировал практически в одно время с ним. Ну и пока у нас пауза на финише, пока у нас пауза на смотровом контрольном пункте, вновь обращаемся к старту. Ну где у нас открывает старт уже красный, красной группы, группы сильнейших. Японская ориентировщица Нацуми Чивануки, она уже на дистанции. И стартовый номер 17, это также первый номер красной группы у мужчин. Сегодня он достался швейцарцу Сандро Трутману. Итак, сильнейший, номинально сильнейший, согласно текущему мировому рейтингу, спортсмены, которые входят в сотню сильнейших этого мирового рейтинга, сейчас отправляется на дистанцию как у мужчин, так и у женщин. Сандро Трутман, Швейцария. Гуд лак! А у нас все, внимание на финиш. Здесь финиширует представитель Финляндии Юха Марти Кайнин. У финнов, еще раз повторяюсь, не бывает слабых ориентировщиков и практически всех своих, ну если не сильнейших, то одних из сильнейших спортсменов сборная Финляндия делегировалась сюда, в Алексин. Так что будем считать, что главные претенденты на победу, как всегда, хозяева соревнований, в данном случае россияне, ну а финны наши почти главные конкуренты. Итак, до сегодняшнего дня у нас лучшие результаты от Анна Выборнова, от России, 11 минуты, 3 секунды, и следующие результаты от Картелева Вероника, также России, 11 минуты, 47 секунды. И в конкурсе, у нас лучшие результаты от Александра Злобина, 11 минуты, 39 секунды, и следующая позиция, до сегодняшнего дня, Юха Матикайнин, от Финляндии, и третий, также от Финляндии, Петер Сандерлин. Но тем временем, Дэвид Фрэнка из Словакии у нас отправился на дистанцию под 18 номером, и стартует, готовится принять старт под номером 118, спортсменка из Швеции Эмма Мария Бергстрюм. Очень высокий, 92-й мировой номер мирового рейтинга, в сотню сильнейших она входит, а это значит, что группа сильнейших, красная группа, у нас уже активно начинает стартовать. Эмма Мария Бергстрюм from Sweden takes start in our competitions, and now we can see Norwegian representative on the sideline. Ну а мы приветствуем на старте ориентировщика из Болгарии, Антонета Диаксову, ориентировщицу из Болгарии Антонету Диаксову, и перед ней вот сейчас уже отправился на дистанцию спортсмен под номером 19, шведский ориентировщик Мартин Лювалт Хелберг. Мартин Лювалт Хелберг from Sweden now coming to the course. Что касается болгарской ориентировщицы Антонеты Диаксовой, то 77-й номер мирового рейтинга – это спортсменка, что очень и очень солидно. Номер 8 и номер 7 финишировали Юрий Уситала, стартовый номер 8, и Сергей Шайлин, стартовый номер 7, но уже даже не обращаясь внимания к финишному протоколу, можно отметить, что, к сожалению, Сергей Юрий проиграл, потому что стартовал на минуту раньше. Ну а на старте у нас спортсмен из Японии, это стартовый номер 20, Такуми Ишихара, и стартовый номер 120 сегодня достался представительнице России Анастасии Неверовой. 120-й номер, пристальное внимание к нему, Анастасия Неверова. 62-й номер, между прочим, мирового рейтинга. Тем временем на старте у нас уже очередной спортсмен. 21-й стартовый номер у Андреса Сала из Эстонии, замыкает он мировую сотню на данный момент. И все внимание на смотровой контрольный пункт. Очередной участник у нас преодолел, преодолел большую часть дистанции. И в Лекасику из Эстонии только что финишировала, завершила дистанцию под номером 110. Она сегодня дистанцию преодолевала. А стартовый номер 121 у Яханки Симковой, спортсменки из Чешской Республики. Она уже на дистанцию отправилась. И вновь внимание на старт, потому что карта уже в руках у Ивана Куликова. Еще одного ориентировщика из России. Мы приветствуем Ивана. Иван, удачи, хорошие лыжни. Но на старте у нас еще одна наша спортсменка. Стартовый номер 122, Елизавета Моисеенко, Россия. И у нас новый главный главный командир. Юрий Усала, из Финляндии, принимает последний результат. 11 минут 37 секунд. Он у нас еще один секунд. У нас еще один секунд. Александр Злобин, из России. На старте у стартовый номер 23. Стартовый номер... Иван Повышев у нас стартовал. Это еще один спортсмен из России. Еще один Иван и еще один претендент на очень-очень высокие места. Стартовый номер 123. Сегодня у нас у спортсменки из Эстонии Дейси Кудре. Лидеры, лидеры мирового рейтинга, потенциальные рейдеры сегодняшних соревнований сейчас отправляются на дистанцию. Но им еще предстоит побороться с теми, кто уже финишировал. А те, кто дистанцию закончил, показал весьма и весьма серьезные результаты, за которыми мы внимательно следим. Два спортсмена из Финляндии у нас лидируют. На неплохих пока позициях Александр Злобин из России располагается. Но мы видим, чем выше стартовый бип у спортсмена, тем быстрее он преодолевает дистанцию. Будут, будут наверняка еще изменения у нас в финишном протоколе. Мы следим за ними внимательно, а пока очередных спортсменов отправляем на дистанцию. Номер 124 Анна Улвинсон, Норвегия. И стартовый номер 25 сегодня у белоруса Юрия Языкова. Юрий Языков практически в тридцатку сильнейших попадает в мировом рейтинге. Что касается только что стартовавших Анны Улвинсон, 18-ю позицию она там занимает. И сейчас на стат готовится выйти заключительная участница сегодняшнего женского протокола. Все, внимание на старт. Мира Каскинен, Финляндия. Мира Каскинен, Финлянд. Восьмой номер мирового рейтинга. Потенциально сильнейшая спортсменка. И теперь мы видим, что Жуков Степан финширует в мировом соревнованиях. И очень скоро мы увидим результат. Степан Жуков финишировал в соревнованиях мужчин. И я надеюсь, очень скоро мы увидим его результат на табло. Итак, стартовый номер 26 готовится отправиться на дистанцию. Кивленекс, Райва, Латвия. У нас теперь только мужчины отправляются на дистанцию. Девушки все уже на старте находятся. Это значит, что примерно через 10 минут, а именно столько организаторы закладывают. И пока мы видим, что их расчеты оправданы. Именно столько организаторы закладывают на время победителя. Мы через 10 минут узнаем результаты в женской части соревнований. Но мужчины, мужчины у нас еще продолжают стартовать. Стартовый номер 26 из Латвии. Кивленекс, Райва, у нас уже стартовал. И к старту готовится под стартовым номером 27 спортсмен из Норвегии. Йорген Хоген Мэтслен. Чуть-чуть можно поживее. Это лидеры стартуют. Потенциальные лидеры, сильнейшие ориентировщики мира. Не только студенческого мира, но и мира большого спортивного ориентирования. Сюда-сюда приехала практически вся мировая элита. Лучшие ориентировщики, сильнейшие ориентировщики. Они, ваши коллеги, продолжают учиться в вузах, в университетах, в колледжах. И что это дает как раз им право принимать участие в первом чемпионате мира среди студентов на лыжах. Итак, на дистанции Йорген Хоген Мэтслен и у нас два представителя Финляндии готовятся стартовать друг за другом. Под 28-м стартовым номером Тера Линнайма. И следующий номер, стартовый номер 29 сегодня у Тумаса Котро. Александр Рожков из Беларуси финишировал. И следом же за ней швейцарец Лац Ларс Беглингер, который практически отыграл минуту, догнал Александра. И Ларс претендент на то, чтобы показать высокий результат. Ждем с большим нетерпением результатов. Тера Линнайма from Finland now taking his start. And only two sportsmen on the start left. Until now, leading results are still the same. Тумала, Мисе Тумала from Finland on the leading positions. Юрий Уствала from also Finland on the second and Александр Злобин on the third positions. This is preliminary results for men's competitions. And in women's competitions we have a new leader. That is Sonja Morski from Finland with 10 minutes and 13 seconds. And the one of the leaders of our competition. Станимир Беломажев, Bulgaria, good luck on your course. В самом большом напряжении будем мы с вами находиться до самого последнего момента. Еще 12 минут ожидания до финиша Станимира. Но пока все внимание на финиш. Койо Гото, стартовый номер 10. Койо Гото, последние метры дистанции. И мы вас поздравляем. Congratulations with a good race. And now good luck for Stanimir Беломажев. The last starter in the first university championships. First day. The first start. And we shall waiting who will be the first on the finish of today's race. Итак, старт у нас закрыт. А это значит, что можно пристальное внимание переключать на смотровой контрольный пункт. Где у нас буквально несколько секунд назад отметилась спортсменка, которая стартовала под номером 119. Девушка из Болгарии Антонетта Диаксова. Это значит, что где-то рядом Анастасия Неверова находится. И ее стартовый номер сегодня 120. Я напоминаю, что интервал между спортсменами стартовой минута. Но к финальной части дистанции, к финальной части дистанции уже многое могло поменяться. И интервалы, и порядок спортсменов. И внимательно-внимательно следим за предфинишными разборками спортсменов. Стартовый номер 121. Здесь же у нас уже эта спортсменка из Чехии, Юханка Симкова. Это значит, что очень много она уже Антонетте везет. Две минуты у них интервал на старте был. Буквально несколько сот метров остается для финиша тем, кто смотровой контрольный пункт сейчас проходит. А вот Неверова Анастасия завершила дистанцию. Я надеюсь, что с хорошим результатом. Анастасия Неверова from Russia just now finished. And we hope she has a good result. We shall see very soon. И на смотровом контрольном пункте у нас Елизавета Моисеенко. В очень хорошем темпе она проходит этот отрезок дистанции. Не теряет темп, несмотря на не самую ровную поверхность лыжни. И здесь, несмотря на такие небольшие импровизированные мостики, не теряет она скорость и мчится к финишу. Это главная надежда российской команды. Стартовый номер 122 Елизавета Моисеенко. Ну и следом за ней здесь же эстонская ориентировщица Дейси Кудре. И судя по всему, секунд 30 на первой части дистанции она уже у Елизаветы отыграла. Но ждем, ждем. На последней части, на последней бетле есть еще контрольные пункты. Посмотрим, посмотрим, как они рассудят наших спортсменок. И здесь же Иван Куликов, стартовый номер 22, демонстрирует очень высокую скорость. Очень уверенно отправляется на заключительную петлю. Совсем немного времени остается до финиша, до того момента, когда мы узнаем имена лучших, сильнейших, ориентировщиков на первом чемпионате мира среди студентов по спортивному ориентированию. Ну а что касается таких вот текущих результатов на смотровом контрольном пункте, судя по всему, Иван Помышев, еще один спортсмен из России. Его сегодня номер 23 идет даже чуть лучше, чем Иван Куликов. Ну а в чем это... Моисеенко Елизавета приближается к финишу. Елизавета Моисеенко from Russia coming to the finish. She must have a good result. Елизавета Моисеенко финиширует. Это значит, что на дистанции находится совсем-совсем немного спортсмена готовых подвинуть ее, но скорее всего сделать это удастся спортсменке, которая финиширует следом за ней, Дейси Кудри. Вот она заканчивает дистанцию. Стартовала она, напомню, на минуту позже. Дейси Кудри has better result than Елизавета. И теперь мы имеем Иван Куликов на финиш. Иван Куликов дистанцию заканчивает. И где-то прямо за ним, следом за ним, на последних метрах дистанции мчится Иван Повышев, еще один российский атлет. И смотровой контрольный пункт подходит Юрий Языков, это Белоруссия. Все очень плотно, все очень быстро, все очень-очень интересно. Мы приветствуем на финише Ивана Повышева, стартовый номер 23. И в женские соревнованиях мы имеем Неверову Анастасия только на четвертой позиции. После Сони Морски из Финляндии, Эвили Касиков из Эстонии и Сана Пуса из Финляндии. И теперь мы имеем четыре русские девушки из четвертой до четвертой позиции. Неверову Анастасия на четвертой, Анна Выборовна на четвертой, Наталья Игнатова на четвертой, Елизавета Моисенко на четвертой позиции. И теперь мы ждем на результаты Дейзи Кудре из Эстонии. Анна Улвинсон на Норвегии финишировала, ждем с большим нетерпением ее результаты. И ждем на финише Миру Каскинен из Финляндии, стартовый номер 125. Ждем с большим нетерпением результатов именно этих девушек, потому что завершали, завершали, замыкали они у нас стартовый лист. Это значит, что кроме них подвинуть кого-либо вниз уже никому не удастся. 125 номер Мира Каскинен, 124 Анна Улвинсон. Ждем результатов этих спортсменов для того, чтобы уже окончательно узнать имя лучших, имя сильнейших лыжниц-ориентировщиц здесь на первом чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах. Иван Повышев показал четвертый результат соревнований мужчин. Иван Куликов, седьмой результат соревнований мужчин. По-прежнему лидирует Миса Томола из Финляндии, Юрий Усила из Финляндии второе место и Александр Злобин на четвертой позиции. Итак, теперь мы имеем те же лидеры в спортсмене, Миса Томола из Финляндии, Юрий Усила из Финляндии второе место и Александр Злобин из России третьего. Иван Повышев just now was on the fourth position, but now we have a new leader in men's competitions. Якуб Шкода from Czech Republic take the leading with nine seconds margins. Новый лидер соревнований у мужчин. Якуб Шкода из чешской команды завоевал пока лидирующую строчку в протоколе с результатом 11 минут 16 секунд. И у нас еще один претендент на то, чтобы подвинуть текущих лидеров. Йорген Хоген Мацлинин из Норвегии. Стартовый номер 27 отправился на последнюю петлю после прохождения смотрового контрольного пункта. На дистанции осталось буквально несколько спортсменов и, конечно же, главный фаворит Станимир Беломажев в Болгарии. Его стартовый номер 30 сегодня. А в соревнованиях женщин мы можем сказать, что уже никто не сможет подвинуть лидеров наших соревнований. И уже практически можно поздравить сегодняшних победителей. So we can say that now nobody can move the leaders in women's competitions. And we can say that Sony Morsky will have the best results today 10 minutes and 13 seconds. On the second position Daisy Kudry from Estonia 10 minutes and 30 seconds. On the third place Eveli Kaseko from Estonia 10 minutes and 43 seconds. Fourth place Sanna Pusa from Finland. Fifth Anastasia Niverova. And sixth Anna Wybornova. Both girls from Russian team. Финишировал Йорген Хоген Мацлин. И на дистанции осталось всего три атлета. Два очень сильных финских участника. Тера Линайма и Тумас Котра. Они уже отправились на последнюю петлю. Они уже преодолели смотровой контрольный функт. И Станимир Беломажев здесь окажется с минуты на минуту. И уже даже секунды на секунду эти три спортсмена также распределят как раз расположение спортсменов в финальном листе, в финальном итоговом протоколе. А мы имеем нового лидера на финише, Юрий Языков из команды Беларуси. Показывает результат 11 минут ровно. New leader in men's competition, Юрий Языков from Belarus. 11 minutes and 0-0 seconds. А тренеры, тренеры гонят Станимира Беломажева. Вот он пролетел, промчался, едва не снес этот финиш. Смотровой контрольный пункт и промчался к финишу Станимир Беломажев. И теперь мы должны рассказать Линамару из Финляндии на финише. И он должен получать хорошие результаты. Мы будем знать очень скоро, какие результаты. Томительные, непростые минуты ожидания, секунды ожидания для нас, для волейщиков и, конечно же, для самих спортсменов. А сейчас мы узнаем результаты. Сейчас мы дождемся финиша тех, кто угодил на дистанцию последним. Все, внимание на финише, развязка, все самое интересное в мужских соревнованиях. Замерли, вы замерли и правильно делаете. Потому что сейчас, сейчас будет финишировать Станимир Беломажев. Ему остается только 10 секунд для того, чтобы улучшить результат. 9, 8. Only 10 seconds for Станимир. Что называется на Тоненького настоящий спринт. Очень плотные результаты. Ждем вердикта судей. Необходимо проверить отметку еще. Вы напряжены, я думаю, не меньше, чем спортсмены. К сожалению, сейчас не идет разговор о том, чтобы кто-то из россиян оказался на пьедестале почета. Но, тем не менее, мы переживаем. Переживаем за Станимир Беломажева. Переживаем за Томаса Котра. И теперь мы ждем за результаты Станимир Беломажев. Это было очень-очень близко к Юрию Языкову. Но, может быть, он его победит или нет? Мы будем знать это в несколько секунд. Итак, Станимир Беломажев смог все-таки выиграть сегодняшнюю гонку. Пять секунд сумел отыграть он Юрия Языкова из Беларуси. И, соответственно, первый чемпион на университете ски-ориентированной чемпионов. Станимир Беломажев из Беларуси. Второй место, Юрий Языков из Беларуси. И, третьей место, Яков Шкода из Чехии. На четвертой месте, Миса Трумала из Финляндии. И, четвертой, Юрий Уситала из Финляндии. И, револи Кивлинкс из Латвии на шесть позиции. Итак, первый день первых ки-ориентированных чемпионов. И, конечно, приглашается к первым чемпионам. И, первым чемпионам, Соня Морски, из Финляндии. Второй место, Мира Каскинин, из Финляндии. Третий, Дэйзи Кудре, из Эстонии. Третий, Эвили Касику. Третий, Сана Пуса, из Финляндии. Третий, Анастасия Неверова, из Руссии. Поздравляю к победителям и победителям сегодняшнего соревнования. И теперь мы будем готовить для сегодняшнего соревнования. Это будет соревновательная соревнования. Также очень интересная, очень высокая и очень тяжкая для двух соревнований и жюри. Ну что, первый день соревнований. Соревновательная его часть подходит к концу. Впереди еще цветочная церемония, церемония награждения, церемония открытия. Это все будет чуть позже. Ну а соревнования, непосредственно соревнования завершились. Что называется, хорошо, но мало. Дальше будет больше и не менее интереснее. Дальше чуть более длинные дистанции. У нас в программе впереди четыре соревновательных дня. Суббота выходной. Дальше в пятницу, воскресенье, понедельник. Будем с вами любоваться, наслаждаться перипетиями борьбы между сильнейшими студентами, ориентировщиками на лыжах. Вам понравилось? Замечательный вид. Я думаю, что это вид спорта. Вид интересный, вид зрелищный. И самое главное, что современные технологии позволяют следить за тем, что происходит в лесу. То есть раньше, раньше, да, было, может быть, не так зрелищно и не так динамично. Сейчас, благодаря опять же этим технологиям, все вопросы решены. Дальше будет больше, дальше будет только интереснее. Поздравляем победителей. Будем еще поздравлять их цветами, медалями, конечно же. Но пока небольшая пауза, пока общаемся, делимся впечатлениями. Даем возможность спортсменам прийти в себя, но дальше будем их поздравлять. И, пожалуйста, обратите внимание, что сейчас мы имеем новую финансовую листку. Потому что, вы знаете, что в начале, начальник начинается, когда паузыка кросят паузу. И поэтому, сейчас мы имеем новую результат. И Котра Томас из Финляндии взял третью позицию. И Котра Томас из Финляндии взял третью позицию. И Котра Томас из Финляндии взял третью позицию. And in the women's competitions, we have Sonja Morski on the first gold place with 10 minutes, 13 seconds. Mira Kaskirin from Finland again on the second position. Daisy Kudre from Estonia on the third place. With her teammate, Evelyn Kaskirin on the fourth position. Sana Pusa from Finland fifth. And Anastasia Nivera from Russia on the sixth place. Спасибо, правда, интересный пока был. Спасибо. Ну, там не понятно. Ну что ж, у нас несколько минут. Еще паузы. Далеко не уходим. Мы ждем начала цветочной церемонии. Там будем награждать шестерку сильнейших. А это значит, что Anastasia Nivera, представительница России, тоже у нас, насколько я понимаю, выйдет на пьедестал почета. Ну и, конечно же, будем поддерживать всех сильнейших атлетов, вне зависимости от их национальной принадлежности. Мы тулики, мы гостеприимные хозяева. Не зря нам доверили право проведения первого чемпионата мира по ориентированию на лыжах среди студентов. Так что далеко не ходим. Сейчас уточняем время начала цветочной церемонии. И готовимся приветствовать наших атлетов, наших первых чемпионов и призеров чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Здесь, на нашей сцене, будем готовиться поздравлять их. Все как на всех крупнейших соревнованиях. Никаких изменений, никаких исключений. Сначала цветочная церемония, а уже вечером в торжественной обстановке медальная церемония. Необычными, зрелищными получились соревнования, как всегда, со своей интригой, с непредсказуемой борьбой. Но отдельно, конечно же, еще раз хочется сказать о третьей позиции Тумаса Коттера. Его мы поздравляем с бронзовой медалью. По судейским подсчетам как раз именно он занимает у нас третью позицию. Ну и, конечно же, поздравляем и всех остальных атлетов Юрия Языкова, который занял второе место Станимира Беломажева. Лидера, который воспользовался своим преимуществом, уходя на дистанцию последним. Финских и эстонских лыжниц, прежде ориентировщиц мы поздравляем с высокими результатами в женской части соревнований. Поздравляем, конечно же, и российскую ориентировщицу Анастасию Неверову, которая у нас заняла высокое шестое место. Ну, конечно же, хочется отметить, прежде всего, и для зрителей, что сборная России выступает как раз здесь не сильнейшим составом. Здесь настоящие ориентировщики, студенты выступают. Поэтому, конечно, может быть, чуть тяжелее им бороться с соперницами и соперниками, чем лидером нашей команды. Но именно так была составлена российская команда. Не первые номера российской сборной здесь, первые номера российской сборной именно среди студентов тут присутствуют. И, несмотря на это, все равно спортсменки показывают высокий результат. Но, смотрю, в женской части протокола тоже у нас есть небольшие изменения. И, судя по всему, без россиян мы в итоге будем во время цветочной церемонии награждения. Но это не страшно. Будем поддерживать остальных участников и участниц, конечно же, Анастасия Неверова. Россия, судя по всему, на седьмое место передвигается. Анна Улвинсона на шестом месте у нас сейчас. Судьи произвели окончательные подсчеты. И именно так у нас сейчас выглядит финишный протокол, к сожалению, без российских спортсменов и спортсменок в шестерке сильнейших. А именно шестерку сильнейших мы готовимся награждать. Примерно 30 минут остается до начала цветочной церемонии. Необходимо утвердить протоколы, напечатать официальные протоколы. После этого будем награждать пока цветами. Будем награждать сильнейших спортсменов и спортсменок шестерку сильнейших. Окончательные результаты у нас уже на информационном стенде. Можно ознакомиться. Оцените плотность результатов. Конечно же, еще раз подчеркиваю, что это не чистые лыжные гонки. Это лыжные ориентирования. Плотности результатов чуть меньше здесь обычно бывает. Но борьба, борьба в секундах налицо. Итак, 30 минут до начала цветочной церемонии. Пожалуйста, далеко не расходитесь. Ролан, Ролан. Продолжение следует... 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 С большим удовольствием еще раз представляем наших чемпионок-призеров и тех, кто попал в шестерку сильнейших Соня Морски в Финляндии, Мира Каскинен в Финляндии, Дейзи Кудре в Эстонии, Эвали Касику в Эстонии, Санна Пуссо в Финляндии, Ианна Унвенсон в Норвегии И теперь еще один плюс к нашим чемпионам и победителям. Аплодисменты нашим победителям и призерам Спасибо девушкам, а и вторая церемония, цветочная церемония награждения первого соревновательного дня Награждаем мужчин и сюда на нашу сцену приглашаем лидера мирового рейтинга по спортивному ориентированию на лыжах И первого чемпиона чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов Станемира Беломажева, Болгария Второе место и серебряная медаль у Юрия Языкова, Беларусь Бронзовая медаль у Томаса Котра из Финляндии И бронзовая медаль у Томаса Котра из Финляндии Представляем спортсмена, который занял четвертое место Якуб Шкода, Чехия И четвертое место Якуб Шкода, Чехия Пятая позиция на мужской спринтерской дистанции у Миссы Тумала в Финляндии И пятый место Миссы Тумала, Финляндия И шестерка сильнейших Юрий Уси Тало, Финляндия замыкает И шесть место Юрий Уси Тало, Финляндия Чемпиона Станимира Беломажева награждает Олег Матыс, он президент Международной Федерации студенческого спорта. Юрий Языков, Белоруссия, второе место. Церемонию награждения проводит Брайан Портеус, президент Международной Федерации спортивного ориентирования. Юрий Языков, Белоруссия, silver medal and flowers were awarded by Брайан Портеус, президент Международной Федерации спортивного ориентирования. Чехия Олег Васильевич Матыс, он продолжает награждать спортсменов, которые попали в шестерку сильнейших. Пятое место у Миссы Тумала в Финляндии. Брайан Портеус награждает спортсмена. Пятое место у Миссы Тумала в Финляндии. Брайан Портеус награждает спортсмена. И шестая позиция Юрию Ситало в Финляндии. И шестая место у Юрию Ситало в Финляндии. Флэн, спортсмена, 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 спортсмена. И шестая место у Миссы Тумала в Финляндии. И теперь, пожалуйста, фото для нашей предыдущей медиа. Мы приветствуем атлетов, приветствуем чемпионов, приветствуем призеров. Дальнейших успехов. Но пока улыбаемся и машем в сторону объективов фотокамер. Итак, лучшие и сильнейшие атлеты первого соревновательного дня по итогам спринтерской дистанции. Первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. И несколько приветственных слов от президента Международного спортивного студенческого союза. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, участники, организаторы. Для меня большое удовольствие и честь сегодня на гостеприимной тульской земле вас приветствовать. Сегодня мы вместе с Международной федерацией ориентирования, с организаторами, Тульским университетом, руководством Тульской области проводим первый чемпионат по лыжному ориентированию. И я считаю, что уже большой успех. Отмечаем большое количество приехало участников, студентов. И, конечно, это большая радость, потому что вид спорта интересный, популярный. Все рады той атмосфере, которая создана здесь. И я, конечно, рад успехам, только что закончилась цветочная церемония, успехам наших спортсменов. Погода российская, снежная. И в этом отношении надо еще раз выдать признательность организаторам за то, что они смогли сделать такой праздник. Желаю всем участникам чувствовать себя комфортно, не только на спортивных площадках, но и вне ее, потому что студенческий спорт – это прежде всего радость общения, которую друг другу дарим. Я желаю всем спортсменам быть успешными не только в спорте, но и в учебе, потому что спорт помогает вам, помогает чувствовать себя лидерами уверенно в этой жизни. Удачи! Удачи! Олег Матитсен! Олег Матитсен! Матитсен! или общаться с другими соединениями между студентами. Спасибо всем, и добро пожаловать! Спасибо большое за очень хорошую перевозку. Я просто забыл одну вещь, что ски ориентиринг был включен в программу Винтер-Университета 2019. Так что, опять же, благодаря соединению соединения международной федерацией. Я думаю, что это будет отличный успех. И я приглашаю всех наших студентов, и, конечно же, страны, чтобы приехать в Красноярск, в России в 2019. Спасибо. Спасибо, М. Президент. Спасибо, партнерам, что вы делаете сегодня историю. первый 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 ски ориентиринг ски ориентиринг. Спасибо, м. Президент, что позволяет нам сделать эту соревнование с вами. И, как вы, я хочу благодарить всех организаторов, и я хочу благодарить Тула-региону и университету для их поддержки. Спасибо большое. Президент Президент Международной федерации ориентирования поблагодарил организаторов, администрацию Тульской области, президента Международной студенческой федерации за большой вклад в исторический вклад в проведение первых в истории соревнований по спортивному ориентированию на лыжах. Спасибо всем. Спасибо всем. Увидимся завтра. Завтра второй день соревнований не менее интересный, не менее зрелищный. И ждем вас здесь. Спасибо. Попробовую сторону. Спасибо. Пол mesma питомца. Читает роз Ориентирование Ориентирование Ориентирования Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!